Девчонки, всем огромный-огромный привет! С вами снова я, меня все так же зовут Таня. Сегодня я хочу снять такое полноценное видео, собиралку. Буду снимать какой-нибудь яркий вечерний макияж. Ну, возможно, не яркий, но точно не дневной макияж, потому что я планирую снять какое-то там, какое-то количество видео. И я так надеюсь, что у меня будет минимум здесь монтажа. Видео, наверное, будет долгое. Буду, кстати говоря, делать макияж с помощью вот этой палетки, потому что девочки меня очень давно, уже очень давно просили. И неоднократно сегодня будет видео с макияжем вечерним, ярким. Потом я еще планирую снять дневной макияж и уже не такой подробный макияж, с полным макияжем, а просто макияж глаз, но это будет как-нибудь попозже. Блин, ну почему я не могу сделать все красиво, как это делают другие девочки? Первое средство это консилер. Будем наносить для начала консилер. Под глаза я нанесу и на покраснение. У меня это консилер новый от фирмы Релуи. Он мне очень понравился, его нужно очень-очень мало. И он скрывает все покраснения. Вот, в общем, вот так. Так как макияж у меня будет, ну, вечерний, я хочу, чтобы у меня кожа выглядела на видео очень красиво. Я буду использовать кушен от фирмы Берриса. Ну все, нанесла я этот кушен, который называется Реал Хани. И, ну, эффект очевиден. Эффект на лицо, эффект на лице. И, ну, опять-таки, он очень дорого стоит. И советовать всем и каждому данной кушен я не стану. Тем более, всем известный уже факт, что кушеные, они достаточно неэкономичные. Вот, честное слово, если бы этот кушен стоил дешевле, я бы его, наверное, покупала постоянно. Потому что мне очень нравится эффект. Я люблю такой эффект на своей коже. Но вот всем подряд советовать, конечно, ну, я никак не решусь. Сейчас я наношу пудру от Vivienne Sabo, которая, пудра в шариках. Обалденная пудра, очень хорошо. Она фиксирует макияж, между прочим. Она делает очень красивый финиш, опять-таки, который я очень люблю. Теперь я перехожу к бровям. Сейчас мое самое любимое средство для бровей. Я не знаю, как я без него раньше жила. Это маркер для бровей от фирмы Catrice. В покупках я про этот маркер уже рассказывала. Ну, это просто, не знаю, это средство, находка для меня. Если вы хотите нарисовать суперреалистичные, суперживые натуральные брови, вот это средство для вас. Для блондинок это средство подходит просто идеально. И можно пририсовать вот этой тонкой-тонкой кисточкой каждый волосок, просто брови отдельно. А, забыла. Сначала мне нужно прочесать гелем, гелем для фиксации бровей. Гель у меня ужасный. Нет, гель более или менее такой, знаете, терпимый. Но он от ужасной марки. Тоже буду снимать я видео отдельное. Сделала тоже покупки от фирмы Lavelle. Это очень бюджетная, конечно, косметика. Но я думала, может быть, вот я сделаю такое открытие какое-нибудь. Найду очень классное бюджетное средство. Но нет. Вот почему я наношу этот гель для бровей даже раньше, чем маркер, потому что он иногда снимает маркер. Ну вот теперь приступаю прямо к рисованию бровей. Я рисую каждый волосок отдельно. Знаете, сейчас столько всего появилось на рынке, столько интересных средств для бровей. И прям что не средство, то какой-то шедевр. Вот этот маркер, ну вот как его можно не полюбить? Вот сравните даже вот две мои брови сейчас. Посмотрите, какой живой эффект, такой естественный эффект, как будто бы у меня просто действительно густые волосы. И он имеет такой оттенок, оттенок очень близкий к оттенку моих бровей, чуть-чуть светлее. Он имеет оттенок тени бровей. В общем, не знаю, как это объяснить, но прямо мне очень нравится. Теперь я перейду уже к макияжу глаз с помощью вот этой палетки. Тени не стойкие, поэтому я обязательно пользуюсь глазами под тени. Которые у меня фиг знает где. База у меня под тени от фирмы NYX, она мне очень нравится. Это белая база, которая, между прочим, она вот до сих пор как новая. Хотя, сколько? Ей уже больше года, точно. Ну, года полтора, наверное. Очень нравится. И наношу я, ну не скажу, что прям тонким слоем, но, конечно, перебарщивать с базами под тени нужно нежелательно. Иначе тени имеют такой риск скататься все-таки. Теперь я беру эту палетку. И так как у нас будет смоки, основным оттенком я возьму, ну такой не самый светлый оттенок, где же мои кисточки. Вот мои кисточки. Сейчас будем какой-нибудь плоской кистью наносить. Допустим, вот этой плоской кистью. Я наношу вот этот коричневый оттенок. Он мне очень нравится. Нанести его на все подвижное веко. Можно даже неаккуратно. Я вот прям вот так вот наношу. Девчонки, конечно же, я не визажист, поэтому всех тонкостей я не знаю. Даже если я что-то знаю, какие-то секреты, какие-то правила, я чаще всего ими пренебрегаю. Потому что, ну, я делаю так, как мне удобнее, как мне быстрее, как проще и как мне больше нравится, короче говоря. Теперь я возьму растушевочную кисточку и возьму вот этот грязный серо-розовый оттенок. Он, это прекрасный оттенок именно для растушевки. И мне прям очень нравится этим оттенком растушевывать. Он дает легкий-легкий розовый оттеночек и на складки века, ну, прям вообще самое то. Ну, пока вот прям вот ничего сложного. Я вам скажу, что я больна по растушевкам. Я обожаю растушевывать все прям вот в дымку. Теперь я взяла более пушистую кисточку и возьму вот этот самый светлый оттеночек в уголочке. И я им тоже очень люблю растушевывать вот уже прям вот границу. Чтобы получалось, ну, вот прям настоящая дымка. Я очень не люблю, когда очень так графично выводят вот затемнение уголка и прочие вещи. Вот как-то вот, не знаю, мне хочется все растушевывать в ноль, чтобы все как будто бы смотрелось так аккуратно-аккуратно. Теперь я хочу добавить вот сюда в складку еще немножко более розового. Есть вот тут такой грязно-розовый оттеночек. И, спряхивая кисточкой, чуть-чуть наношу. Ну, потом, конечно же, опять я все это дело растушую. Вообще, я на самом деле люблю, когда вот я наношу макияж, делаю такими палетками, я очень люблю использовать много-много цветов. Поэтому, когда девчонки меня просят снять мейк, макияж, допустим, с помощью определенной палетки, даже с помощью этой палетки просили, или когда меня просят снять макияж, который у меня был в определенном видео. Мне даже иногда, знаете, сложно вспомнить, что я там наносила, потому что я могу взять три палетки и использовать цветов 10, оттенков 10 на одном макияже. Вот, смешивать эти оттенки. Но мне это в кайф, мне это доставляет удовольствие. Ну, конечно, главное, чтобы время было. Теперь вот этой же самой кисточкой я возьму... Так, какой бы взять оттенок? Более темный нужен оттенок. Давайте вот этот темно-коричневый я возьму. Он не самый темный здесь оттенок, но он тоже такой достаточно темный. И буду я затемнять внешний уголок глаза. Теперь я возьму вот эту растушевочную кисточку свою маленькую. Я ее заказывала когда-то давно-давно на сайте BuyingCoin. Стоила она, по-моему, там 30 центов или 1 доллар. Да, наверное, все-таки 1 доллар. И растушевываю вот этот оттенок прямо вот в самом уголочке, не размахивая кистью, чтобы все это было аккуратненько. И концентрируя вот этот темный оттенок, ну, стараясь, по крайней мере, концентрировать в уголочке. Еще я очень часто вытягиваю немножко потом под конец темный оттенок чуть-чуть к виску. Чтобы не было вот такого закругления, а немножко как бы затемнять. Вот так. И затем вот этой пушистой кисточкой я снова делаю какую-то растушевку. То же самое проделаем с этим глазиком. Слушайте, вот действительно так просто. Все кажется, вот какая-то палетка, да, которая стоит, ну, не очень дорого. Ну, вот кому как. Понятие дороги весны у всех разное. Кто-то снимает видео, показывает бюджетную косметику, которая стоит, там, 700-800 рублей. Я прекрасно понимаю, что у всех разные условия жизни, у всех разный материальный достаток. Поэтому вот для кого-то палетка за 1000 рублей, которую девчонки показывают, говорят, что это бюджетные тени, бюджетные покупки. Ну, вот для кого-то ведь и 5000 – это небольшая сумма для косметики, я имею в виду. Конечно, 5000 вообще в нашей жизни, сами по себе эти 5000 – это действительно небольшая сумма. Применительно к косметике 5000 – это сумма большая. Ну, уже вот я смотрю на зеркало, получается очень-очень красиво. Мне прям лишний раз хочется все подтушевать, растушевать. Я прям очень люблю это дело. Теперь что я буду делать? В этой же палетке в наборе идет очень приятная маленькая кисточка. Я с помощью этой кисточки буду прорабатывать внутренний уголок глаза. Ну, вот с помощью этого оттенка, самого светлого. Ну, тут немножко уже аккуратнее можно постараться. Хотя я обычно даже вот эти светлые оттенки всегда подтушевываю все равно. Чем мне нравится вот этот светлый оттенок? Тем, что он, ну, достаточно можно его даже назвать близкий оттенок к матовому оттенку. И он не белоснежно-белый. Он светлый, но он не белый, он ближе такой к бежевому. Поэтому он идеально подходит и для дневного варианта, вот как раз-таки на внутренний уголок глаза нанести. Он не смотрится как-то инородно на лице. И, конечно же, я и этот оттенок подтушую. Но вот не знаю, люблю я все это тушевать, все это дело. Теперь я возьму другую сторону вот этой кисточки. Там находится аппликатор, спонжик. И буду самый темный, вот этот оттенок, видите, здесь коричневый оттенок. Он очень красивый, но он сыпучий. Поэтому нужно тоже максимально осторожно наносить. И вот этот оттенок я буду наносить очень-очень близко к ресничному краю, ресничному контуру. Но это не обязательно делать прямо очень аккуратно, потому что это все дело я потом буду растушевывать. Все равно. Я вас сделала поближе, чтобы показать. Девчонки, вот обратите внимание, что я наношу вот до вот этой части. И дальше, ближе к внутреннему уголку глаза, я данный оттенок не наношу. Теперь то же самое я проделываю со вторым глазом. Посмотрите, уже даже форма глаза немножко меняется. Но не бойтесь, это все останется не так. Я сейчас еще все это дело растушую после того, как я накрашу вот этот глазик. Нужно наносить вот этот оттенок, чтобы он сильно не сыпался под глазки вбивающими движениями. Видите, у меня видно границу? Мне нужно, чтобы этой границы видно не было. И я сделаю вот такую вот растушевку очень маленькой растушевочной кисточкой. Это почти что кисть бочонок. Тоже давно-давно заказывала в Китае. Вообще вот Китай многие ругают. Но смотрите, вот те же самые кисти, которым у меня уже лет по 5, они очень долго держатся. Растушевали. И теперь, помните, первый оттенок, самый основной, который я наносила на подвижное веко? Вот это был вот этот оттенок. Я сейчас его возьму, чуть-чуть вот так наберу, очень-очень легко встряхну. И вот на самую границу нанесу еще немножко, вот так растушую. Между темным оттенком и основным цветом. Получается вот очень аккуратно и очень так томно. Вот эти коричневые оттенки, вот те оттенки, которые вот здесь есть, можно сделать такой сексуальный, такой томный, очень красивый макияж, дымчатый. Особенно смоки очень хорошо получаются с помощью этой палетки. Очень хорошо получаются дневные макияжи с помощью этой палетки. Теперь настала очередь нижнего века. Возвращаясь вот к этому же спонжику. Я наберу этим спонжиком не самый темный оттенок, а где он? Вот этот коричневый. Тоже спонжиком довольно-таки удобно. Вообще я могу, честно говоря, вот обычными аппликаторами сделать такой красивый, такой классный макияж. Даже можно умудриться очень даже неплохо вот такими спонжами растушевывать. Я даже иногда пальцами помогаю. Если пальцами не получается, я могу ватным диском помочь себе. И вот раньше, когда я училась, еще до университета, когда я училась в колледже, у меня не было вообще ни одной кисточки. И, честно говоря, я не страдала от того, что у меня нет кистей. Вот смотрите, я тут переборщила. Теперь нужно мне тоже растушевать это все дело какой-нибудь чистой кисточкой. Например, вот такой. И растушевываю я соединяю вот верхнюю часть с нижней таким образом. Ну, прямо на все очень-очень легко. Девчонки, беда, выключилась камера, не показала я вам. Вот я нанесла вот этот оттеночек. Вот видите, вот этот, он очень красивый, шелковистый, прям такой сияющий перламутровый оттеночек. Я нанесла на вот эту область и еще раз освежила уголки глаз самым светлым вот этим оттенком. У меня есть карандаш от фирмы Essence. Он называется Smoky. И вот он такой толстенький, хорошенький. Вот я его нанесу на слизистую глаза. И сейчас я вам расскажу, как я буду его наносить. Ну, во-первых, как обычно, наносим на слизистую и на нижнюю, и на верхнюю. Но самое главное, я наношу этот карандаш, немножко выходя за рамки слизистой. Нанесла я и на верхнюю слизистую, и на нижнюю слизистую. И сейчас вот этот черный карандаш, который я, кстати, чуть-чуть, я выходила за рамки моей слизистой, да, нижнего века, я немножко подтушую вместе с коричневым карандашом. Карандашом, коричневыми тенями. Смотрите, я себе пятно поставила. Безобразие какое. У меня камера отключается вообще в самые неподходящие моменты. Хотя сейчас вы ничего не пропустили, например. Я проделывала то же самое с этим глазиком. Так, теперь реснички. Конечно, идеальный вариант для вечернего макияжа нанести ресницы, наклеить ресницы. Но я буду ресницы прокрашивать обычной своей тушью. Тушь от фирмы Miss Claire. Тоже снимала я видео, говорила про эту тушь. Она мне очень нравится. Она не осыпается, она удлиняет реснички. Вот так что тушь мне нравится. Пользуюсь ей. Сейчас посмотрим. Нижние ресницы я тоже всегда крашу. Даже если у меня какой-то дневной макияж очень легкий, я люблю прокрашивать нижние ресницы тоже. А теперь давайте будем сравнивать. Вот здесь у меня есть тушь, а на этом глазу, на этих ресничках нет. Конечно, разница очень большая. Теперь, что осталось нанести. Я, когда снимаю видео, всегда наношу хайлайтер. У меня сейчас есть офигенный хайлайтер от фирмы Catrice, про который я тоже буду рассказывать в покупках косметики. Я не знаю, почему я так долго не снимаю это видео, но у меня появилось столько классной косметики. Так, столько вообще нужно вам показать и рассказать, а я все не снимаю видео. Прекрасный, обалденный хайлайтер. Он мне очень нравится. Он для вечернего макияжа подойдет идеально. И его здесь очень-очень много, поэтому я очень рада, что мне его хватит надолго. А что ж я хайлайтер наношу? Это ж неправильно. Сначала нужно наносить бронзер. У меня есть скульптор от фирмы Just. Это оттенок натуральной тени. Он вообще без капли рыжины. Я про него тоже когда-то в прошлом году рассказывала, когда я покупала его. Ну, это прям вообще. Но вот настоящий скульптор. Посмотрите, видите? С помощью него, он, конечно, не будет прям на очень смыслых девочках выглядеть скульптором. Но с помощью него относительно таким бледным девушкам можно сделать идеальные скулы нарисовать. Как будто бы у вас действительно есть скулы. Я подрисовываю, иногда у меня даже видно, как будто у меня действительно есть свои природные скулы. Хотя у меня лицо, ну, как вы можете заметить, прям вот круглое, круглое, круглее некуда. Вот, нанесла вам что-нибудь там видно, нет? Ну, теперь вот уже и можно хайлайтер нанести. А где у меня все кисточки большие, я не поняла. Наношу я, видите, как густо-густо-густо. И вот сейчас посмотрим этот эффект. Ой, девочки, какая красотень. Просто вообще. Конечно, я сейчас тоже наношу очень густо. Если вы будете его наносить, это нужно делать, но в три раза меньше нужно наносить. Я прям очень густо его набрала. Сюда чуть-чуть добавим бликов. Посмотрите, как у меня кожа засияла. У меня и пудра-то такая сияющая, и кушан, и еще и хайлайтер. Ну, вот я сегодня прям вот, прям звезда. Ой, ну как красиво, скажите. Вам нравится? Что теперь осталось? А сейчас у меня появилась же новая любовь. Кто пропустил видео про покупки белорусской косметики, обязательно посмотрите. Я там показывала вот эту помадку от Pin Up. От Pin Up. От Luxe Visage серия Pin Up. И вот этот оттенок, 19-й, я в него влюблена. И сейчас я тоже его нанесу. Все, нанесла я и помаду. По-моему, супер. В моих предыдущих видео, где тоже писали про то, что макияж удачный, что красиво, и видео сними про этот макияж. Вот на 95% я его повторила. Макияж глаз именно с помощью данной палетки. Где я конкурс у меня был, разыгрывала эти тени. Где я как раз рассказывала про белорусскую косметику. У меня был вот такой там макияж глаз. Ну и покажу вот вам поближе. Смотрите, какие естественные брови. Ну как мне нравится вот этот маркер безумно. И очень удачный оттенок губ. Очень удачная палетка. Ну вообще, тут все сошлось, все сошлось. Обязательно напишите, понравилось ли вам видео такого формата. И вообще, хотели бы ли видеть в будущем видео такого рода. Или вам нравится видео более короткие, чтобы информация была максимально сжата в минимальное время. И спасибо огромное за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok